Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 17 августа. Блогер из Перми, бывший сотрудник КГБ, следственный работник Бессонов Алексей Борисович. Ну вот, сегодня пришла информация о том, что наши добровольцы, кто направлялся на войну на Украину, Григоренко, еще один товарищ, он погиб, а Григоренко ранен, был в бою, так сказать, посекли ему осколком ноги и так далее. Ну что я хочу сказать? Я хочу сказать, что Григоренко же, по-моему, служил в армии, служил в армии где-то в половых частях, поэтому, наконец-то, может быть, сейчас, после произошедшего, все они поймут, что все-таки война это работа, такая же работа, как работа учителя, врача, то есть ей надо учиться. Кстати, в этом плане, чтобы вы знали, Афганистан никогда не посылали молодых солдат, то есть полгода проходили в Курке, на обучении военной армии, у нас уже самое было, пограничников мы с 85-го года там были, причем нас переодевали в форму советской армии, потому что договор был о введении ограниченного контингента, а пограничники это специальные войска, поэтому там другой порядок был, но сейчас фильм об этом сняли, и нас по-гречески переодевали, вот у нас ММГ было там, где я служил, они к нам приезжали на переформирование, и когда в 89-м году выводили войска, наши до 92-го года там еще оставались, бегали по, сидели на дорожках, прикрывали границу, ну ладно, это детали. Так вот, я думаю, что сейчас эти, ну, так сказать, конечно, похвален их стремление служить отечеству, защищать родину и так далее, но я думаю, что сейчас, наверное, они начнут понимать, что война это профессия, и идти на войну необученным, так сказать, неподготовленным, это, собственно, и есть форма самоубийства, поэтому я, например, в таких войнах никогда участие принимать не буду, почему? Потому что я учился воевать и служить в империи, да, и мне, чтобы воевать, должна быть империя, понятны цели войны, задачи, обучение, комплектоваться, комплектация должна быть понятна. Вот в Афганистане, то есть полгода он учился в Курске, научив учебки, потом посылали в Афганистан, то есть уже месяцев 7 проходило, как он служил, и то его на задание сразу не посылали, то есть где-то примерно через год он только начинал принимать участие в каких-то мероприятиях, становился солдатом, ну и потери были, 20 тысяч называются 10 лет, ну это, в общем, надо сказать, для войны это 20 полков, нет, 14, по-моему, называется, 14 полков, ну, конечно, это трагедия для каждой семьи, но в данной ситуации война не бывает без жертв, и задача военного нормального, это управленца, командующего, избежать потери, поэтому Суворов говорил правильно, что военному делу надо учиться основательно и серьезно, ну, собственно говоря, вот мы, офицеры империи, мы и создавали, скажем, большевикам армию, да, вот так, выпускники царских академий, они создавали, так сказать, создавали, потом была гражданская война, катастрофа, которая, так сказать, разделила страну на два лагеря, и, так сказать, была разрушена под окончательной армией, то же самое было в 90-м годах, да, мы выпускники академии, и так далее, ну, не шли его, я не пошел воевать в Чечню, не пошел служить Ельцину, ну, все было развалено, в безопасности, почему, потому что, ну, я юрист, я могу квалифицировать действия, я, слушай, у нас тоже была военная подготовка, но она носила, все-таки мы, как это, военный врач, ну, кто прежде всего, конечно, врач прежде всего, ну, военные дисциплины, так и здесь, мы юристы, прежде всего, и военные дисциплины, они проходили, мы, так сказать, там, чего мы можем, до батальона командовать, по-моему, ну, проходили, еще раздавали, мы все курсы проходили, сборы были военные, и так далее, ну, в основном, профессиями наши юристы, то есть, вот меня пошли, допустим, организовывать атаку или оборону, ну я могу что-то сделать, но мне все равно нужен опыт какой-то, ну я могу расследовать дела, могу собирать объяснения ну вот эту дефиницию входить в суды, иски готовить, вот это я могу а для того, чтобы обеспечивать, допустим, в роту в обороне, ну я могу это сделать я знаю, как это делать, но еще нужен опыт огромный, поэтому опытный военачальник, опытный командир это на вес золота, поэтому когда говорят, что почему мы проигрывали в первые годы войны месяцы войны ну да, немцы-то пробили огромный опыт армии, офицеры, солдаты за всю Европу пришли к нам, у нас фактически опыта такого не было, поэтому поэтому то же самое в Чечне да, ну в Чечне это не была война практически это была мясорубка где была деморализована вся армия, армия не способна воевать с мирным населением в условиях городов вот зачем Грачев повел танки в Грозный это было специально сделано, это провокация была не надо думать, что, так сказать, такие окружения ну кто в армии штормует городами танками это было только в годы в Второй мировой войне, когда Берлин брали и то там была артподготовка сначала артподготовка минимум там два часа шла разрушили все и потом вошли танки и то впереди пехота шла там уничтожали точки сопротивления противников а тут сразу вошли танки естественно пожгут танк, он, так сказать большой группа, он, так сказать полевые задачи то же самое в Афганистане мы не воевали в Афганистане с точки зрения войны армии да, мы не должны в армии шторма она может взять допустим, населенный пункт захватить а мы же там их не захватывали мы стояли, там была партизанская война там совершенно другая должна быть тактика и совершенно другая система подготовки и так далее то же самое на Украине там, да, там у полтенцев как такой армии-то и нет нет офицеров подготовленных не обученный солдат ну че резервисты он давно уже служил умеет пользоваться автоматом но этого мало он должен правильно выполнять команды правильно идти в атаку правильно научиться окапываться тоже наука мы вот мы проходили сколько я на московском полигоне перекопал так сказать на летних и зимних учениях перекопал этих земли окапываясь и так далее то есть это все мы это проходили это все, так сказать все все это московский полигон он там даже земля такая она мягкая рыхлая поколениями там копают и так далее то есть ну это вот такой хлеб поэтому конечно Александру надо поправляться от ранений но слава богу я думаю что у него понимание наступает что любым делом нужно заниматься профессионалы специалисты и война такая же профессия как профессия полицейского вот я полицейский это профессия шпионов надо тоже уметь ловить и этому учат и так сказать это не ход там нет дельтанства так же как надо уметь ловить бандитов но это все было разрушенным делом это была революция в 90-е годы и огромное количество специалистов подготовленных военных полицейских было выброшено на улицу кстати для конфликта социального процессия так же как было в 17-м году да то есть но к сожалению потом большевики снова все создали в советские годы позднее это была уже империя с нормальными социальными группами и так далее ну к сожалению вот такая страна вот такая история у нас что создаем великие империи а потом их сами рушим вот это трагедия а страдает армия еще раз говорю армия это основа государства это основа системы управления поэтому кто то так сказать ну понятно там шутки прапорщи там в строю анекдоты всякие так сказать и так далее но без этого тоже не может быть армии надо любить это все надо это все пройти поэтому я помню я 8 лет только в строю простоял два года в армии 5 лет и так далее то есть то есть ну вот так вот и становились а как вы хотите то есть без этого невозможно так сказать одеть какие-то погоны и так далее не пройдя все вот это 8 лет вы вдумайтесь только в казарме прошу 8 лет то есть я пронизан был настолько всем этим годы нужно были чтобы от этого отойти и так далее ну я нисколько не жалею потому что ну только дилетант может подходить к армии с высока и так далее все лучшее в стране всегда было в армии носило погоны это советская империя там лучше учат там лучше дисциплина там лучше так сказать отношения там ну вот ты стоишь в строю понимаете вот я с штатскими общаюсь я вижу их ментальность где-то урвать обхитрить ну что-то как-то ну и разные люди конечно но в целом в строю стоишь ну раз обхитрил ну второй раз обхитрил третий раз поможет дадут раз вот и все и все и будет тебе и так далее ну и надо чтобы показывать там уметь вот это коллектив мужской военный коллектив так сказать есть и там должны быть там свои правила игры своя система взаимоотношений и так далее но к сожалению все это было разрушено приедет они приходили какие-то шарлатаны к управлению я говорил портолюкоряев мерзавец негодяй я ему помочь не хотел жалею что помочь не дал надо было дать и дам при встрече буду я сразу буду бить хуком справа хороший хук у меня сейчас рука болит сломано уже не так поэтому я думаю дам суну ему один раз для стразки но тут уже армия и так далее поэтому когда вот Булгаков написал бег фильм сняли по повести Булгакова бег Хлодов Хлодов стоит такой сумасшедшим его называли но это трагедия армии он всю жизнь был офицером учился скежил всю жизнь прошел через это и только оказаться не в дел в штатской жизни и так далее но к сожалению вот так вот мы обходимся с армией поэтому вы видите сегодня конфликты на бывшей территории Советского Союза там тоже воюют бывшие выпускники военных вузов СССР и так далее это самая главная трагедия армия должна воевать против врага США мы были подготовлены мы были лучшие американские солдаты мы были лучшие кстати я вам хочу сказать они говорят профессионалы профессионалы да мы и были профессионалы по границе профессионалы охраняли совершенно в наряды ребятам ходили как и так далее какая система была подготовки мы аппаратуру обслуживали ЗАС и развертывали так сказать у нас нормативы были жестче чем американцев по развертыванию университет 40-х и так далее то есть мы были профессиональными мы были лучше подготовлены американцы мы были лучшей армией в мире лучшей вот я это делал делал лучше Джона Пола Гула и так далее но к сожалению тому руководству это было не нужно поэтому такие дела армия это профессия война это профессия туда должны идти профессионалы я никогда не пойду на эти войны потому что там непонятно за кого как воевать просто бегать с автоматом я уже все раз бегал мне это не интересно совершенно человек должен жить долго счастливо хорошо и за это государство должно армии платить содержать а когда вот так вот происходит кинуть люди трагедия конечно колоссальная поэтому это ненормально спасибо ваш Бессонов Алексей Борисович спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!